приветствую вас друзья на моем канале и сегодня мы с вами свяжем мастер-класс по вязанию в технике бриошь использовать будем в этом вязание спицы для этого я взяла две похожие пряжи просто для изделия выбирайте две одинаковые нитки или одну однотонную нитку а другую например меланжевую нитку и так с ниточками мы определились далее на каких же спицах лучше вязать на обычных спицах либо на круговых в принципе значение сильного не имеет на каких спицах вязать но если ваше вязание например шапка идет по кругу и вы бы не хотели делать шов и соединять его потом то можно его связать на круглых спицах соединительных вот здесь в принципе а далее посмотрите для чего это нужно также нам понадобится один маркер понадобятся ножницы и покажу вам какой рисунок мы будем с вами вязать это по сути английская вязка кто-то называет эту вязку тентной но я привыкла называть ее по старинке английская вязка что здесь здесь как бы мы вяжем двумя нитками но смотрите с одной стороны выделяются у нас один цвет до косички наши а с другой стороны выделяются косички розового цвета у вас конечно будет нитки будут своего цвета и сегодня вот такой вот образец мы с вами свяжем в конце видео я покажу вам какие интересные идеи можно связать с помощью этого рисунка и так давайте с вами приступим для образца я буду вязать обычных спицах у меня это спицы наверно на 4 для нашего рисунка чтобы все красиво совпадало нужно набрать нечетное количество петель я наберу вот здесь у меня 21 петелька ну давайте также и наберу я набираю обычным способом это у нас первоначальная петля 1 2 3 4 я вижу не туго поэтому я набрала первый свой ряд до петельки на одной спицы если вы вяжете немножко ту же чем обычно то набирайте это вот на две спицы чтобы первый ряд нам провязать довольно легко и просто теперь ну нам нужно провязать второй ряд но по сути он будет в общей сложности называться 1 теперь мы с вами разворачиваем как обычно это у нас будет установочный ряд то сейчас мы задаем вами рисунок рисунок от которого будем отталкиваться далее то есть вяжем с вами по сути английскую резинку начинаем с лицевой петельки лицевая делаем накид на эту петлю лицевая накид на петлю чередую лицевая накид на петлю то есть чередуем через 1 1 лицевая накид 1 лицевая накид так проделываем до конца не торопитесь чтобы нам не сбиться с ритма не ошибиться накид лицевая накид и изнаночная пока ничего не видно я чуть-чуть час поправлю вот так вот у нас получился установочный ряд далее мы его повторять не будем только в начале вот набор петель и первый как бы наш ряд который задает ритм нашему рисунку мы провязали рисунок английской вязки 1 лицевая накид на изнаночную 1 лицевая накид на изнаночную когда мы провязали с вами наша как бы до второй ряд установочным мы с вами разворачиваем нашу спицу разворачиваем нашу спицу и оденьте вот сюда маркер или пометьте какой-нибудь ниточкой далее расскажу зачем вам это нужно и сейчас мы с вами будем начинать вязать этот рисунок добавляем нашу цветную нитку а у вас она своя там где мы прибавляем ниточку мы делаем с вами замочек либо цветную нитку значит ввязываем нашу вторую нитку и начинаем провязывать то есть 1 у нас кромочная мы ее снимаем тяните вторую чтобы сильно не болталась вот так вот и далее смотрим с вами по рисунку очень внимательно и так сейчас там где у нас был накид мы провязываем лицевую вот так вот а там где была изнаночная то есть одиночная петелька мы делаем накид то есть на одиночную нитку мы делаем накид но смотрим какое на провязанная петлю изнаночная или лицевой здесь у меня идет через один да как вы понимаете английская вязка а значит мы провязали лицевую 2 вместе изнаночная делаем накид лицевую 2 вместе изнаночная делаем накид лицевую 2 вместе изнаночную делаем накид так вяжем до конца ряда от толщины спиц зависит какое по толщине и объема будет ваше вязание чем больше спицы тем объемнее чем уже тем менее пышная и кромочная петелька вот смотрите мы провязали с вами по сути до 3 как бы ряд и сейчас почему я говорила вам про вот этот маркер и про вот эти спицы сейчас мы не переворачиваем наше вязание а продолжаем вот этот ряд довязывать с другой стороны другой ниткой и далее также смотрим внимательно там где у нас одна петелька да это у нас лицевая мы снимаем делаем накид а где у нас тут изнаночная мы провязываем вместе 1 петля лицевая накид изнаночную провязываем вместе вместе с накидом да разумеется лицевая 1 накид изнаночная 2 вместе провязываем изнаночной то есть вяжем по рисунку но там где одиночному всегда делаем накид чтобы нам не путаться там где 2 по рисунку мы вяжем изнаночную лицевая накид изнаночная с накидом провязываем изнаночную лицевая накид изнаночную провязываем изнаночную с накидом лицевая накид изнаночная лицевая накид изнаночную с накидом провязываем изнаночную лицевая накид изнаночную провязываем изнаночной и последнее у нас кромочную вот смотрите наши ниточки вместе встретились и мы с вами провязали целый ряд 1 то есть когда мы провязали установочный ряд мы его не считаем а вот когда мы прошлись туда и обратно как бы два раза связали один и тот же ряд это у нас получается первый ряд далее я меняю маркер на ту сторону где у меня встретились две ниточки и наше вязание когда встречаются две ниточки можно это запомнить без маркера когда встречаются две ниточки то мы с вами вязание наша разворачиваем и приступаем к следующему ряду вязание наша разворачиваем вяжем ночью начинаем вязать следующий ряд что здесь как определить какой же ниточка мы будем с вами вязать вот у нас выходят две ниточки в моем случае видите кромочная ниточка она голубая здесь выходит до верхней видите голубая тоже сверху а значит следующий ряд нам нужно вязать противоположной ниткой то есть если здесь голубая у меня то я вижу розовое если бы была розовая сверху и розово розовая кромочная вывязала голубой а здесь получается я вижу розовой эту опускаем розовую поднимаем вот так первую я снимаю здесь у меня лицевая значит я делаю накид так как у меня здесь получается перевертыш что я буду подхватывать вот эту косичку чтобы она была ровная не вот так вот чтобы потом разворачивать а вот так вот сразу накид здесь мы сразу видим с вами изнаночную изнаночную мы всегда провязываем изнаночную на лицевую мы делаем накид провязываем изнаночную то есть 2 вместе накид на лицевую изнаночную 2 вместе накид на лицевую изнаночную 2 вместе так мы вяжем с вами до конца нашего ряда мы провязали еще один ряд но так как наши ниточки с двух сторон до образовались мы наше вязание не разворачиваем а продолжаем вязать наше вязание подгоняем и продолжаем вязать с этого края то есть как бы завершая наш ряд видим что наш болтается здесь значит у нас все сделано правильно после когда мы переедем на следующий ряд мы повесим наш звоночек сюда первую мы снимаем здесь что мы видим мы видим что у нас две петельки до лицевая и накид мы провязываем ее одной лицевой и видно что косичка уже вырисовывается до ровненько и красиво здесь у нас идет петля изнаночная на изнаночному делаем накид и снимаем дальше идет лицевая с накидом мы провязываем лицевую изнаночная без накида мы провязываем ее с накидом то есть да просто делаем накид лицевая с лицевой на изнаночную петлю делаем накид лицевая с накидом лицевой на изнаночную мы делаем накид лицевая с накидом лицевой на изнаночную мы делаем накид и так мы вяжем с вами до конца нашего ряда мы закончили с вами этот ряд получается он у нас 2 мы провязали на судя по косичкам 2 ряда 2 завершенных ряда этого получается у нас 5 рядов мы провязали с вами уже но тут считается немножечко по-другому потому что один и тот же ряд мы провязываем по два раза смотрите наши ниточки встретились а значит нам нужно что наше вязание развернуть здесь очень легко ориентироваться провязав несколько рядов вы уже сами будете ориентироваться и маркер вам не нужен будет но для новичков маркер можно вешать то есть там где мы начинаем я вешаю всегда маркер чтобы мне знать где я начала чтобы не потеряться вот когда мы две ниточки встретились я снова убираю маркер отсюда и ставлю его на эту сторону кто вяжет этот рисунок первый раз для вас это будет как колокольчик тем самым вы не запутаетесь то есть я знаю что у меня здесь было начало а значит мне нужно что потом он оказался получается с противоположной стороны когда я закончу тем самым я пойму что я не ошиблась и вовремя развернула мое вязание давайте начнем следующий ряд следующий ряд мы начинаем с розовые почему потому что у нас с вами голубая сверху а значит я начинаю вязание с розовой здесь у меня кромочная голубая голубую я опускаю розовую я поднимаю ниточки у меня две вместе значит я развернула вязание а значит начинаю свой первый ряд что я здесь вижу я здесь вижу лицевой ряд 2 вместе и провязываю его лицевой изнаночную делаю накид лицевую провязываю с накидом лицевой на изнаночную я делаю накид лицевую я провязываю с накидом лицевой то есть я смотрю по рисунку если косичка да это лицевая изнаночная накид лицевую петельку с накидом провязываю лицевой на изнаночную накид лицевую с накидом я провязываю лицевой и так до конца нашего ряда последняя кромочная изнаночная ниточки наши смотрите разделились это с этой стороны это с этой стороны марка говорит о том что я еще этот ряд не закончила потому что у меня здесь еще болтается нитка не так здесь должно должно быть поэтому я наше вязание поворачиваю сюда в эту сторону то есть я здесь закончила на и передвинула наше вязание давайте я чуть-чуть сейчас отдалю чтобы это наглядно было видно вяжем все то же самое на лицевую мы делаем накид изнаночную проводим изнаночной провязываем изнаночной лицевой мы делаем изнаночную лицевая накид петлю с накидом провязываем изнаночной и так далее до конца нашего ряда не торопитесь чтобы наши ниточки не слетали никуда вот у нас уже с вами прорисовывается наш рисуночек поначалу когда мы начинаем вообще вязать этот рисунок конечно он вяжется немножко сложновато но когда мы войдем во вкус главное не отвлекайтесь если вы решили остановиться вяжите какое-то изделие то всегда заканчивайте ряд чтобы ваши две ниточки встретились и вместе чтобы потом не запутаться с какой стороны вы закончили в этот ряд или нет то есть знаете что когда у нас две вместе значит свой ряд вы закончили провязали его с двух сторон я снова меняю маркер и начинаю вязать следующий ряд виды мы с вами будем повторять то есть вяжем практически до одно и то же начинаем наше вязание получается мы закончились голубой значит какой мы начинаем вязание правильно мы начинаем вязание с розовой надеюсь вас все получается и вы уже начали ориентироваться по рисунку сейчас я немножечко отмотаю ниточек начинаем новый с вами ряд маркеры я повесила на где у меня начало первую я снимаю и далее мы здесь вяжем с вами по рисунку что мы здесь с вами видим мы здесь видим с вами первое у нас идет лицевая лицевая идет у нас без накида а значит на лицевую мы делаем накид мы и не провязываем лицевая накид на изнаночную у нас есть накид а значит изнаночную мы провязываем изнаночной на лицевую мы делаем накид а изнаночную провязываем изнаночной накид накид изнаночную с накидом провязываем накид я беру подхватываю снизу чтобы не пора переворачивать петли изнаночную с накидом провязываем то чтобы я петля не переворачивалась смотрите я ее как бы под низ подхватываю то есть это делаю накид сверху а лицевую подхватываю вот таким способом накид изнаночную с накидом на лицевую делаю накид изнаночную с накидом провязываю изнаночной на лицевую накид изнаночную лицевую накид изнаночной изнаночной здесь это оставляем с этой стороны потому что до ориентируемся на маркер берем голубенькую ниточку первую опускаем кромочную здесь у нас с вами лицевая с накидом вот ее видно да отчетливо изнаночная одиночная лицевая с накидом вот она лицевая с накидом лицевую с накидом и провязываем лицевой на изнаночную мы делаем накид лицевую с накидом и провязываем лицевой на изнаночную мы делаем накид лицевую провязываем лицевой с накидом на изнаночную делаем накид все достаточно просто если мы перед собой видим первую петельку до 1 значит на нее мы делаем накид если у нас две петельки то мы ее провязываем но провязываем как если мы видим что это косичка значит это лицевая если мы видим накид на изнаночной изнаночная с накидом значит мы провязываем изнаночную с накидом изнаночной то есть ориентируйтесь пожалуйста по рисунку значит изнаночную с накидом здесь идет лицевая с накидом значит лицевую провязываем с накидом лицевой на изнаночном и делаем накид лицевую с накидом лицевой на изнаночную мы делаем накид лицевую с накидом лицевой и так до конца ряда вам и саму не запутаться пока объясняешь рисунок тут по инерции так-то все понятно я думаю что у обязательно все получится если у вас все получилось поддерживать поддержите меня подписками поддержите лайками поставьте пальчик вверх и я увижу по реакциям что мастер-класс был действительно полезен и интересен ну а если вы уже вяжете в этой технике давно то делитесь вашими комментариями присылайте картинки и посмотрим у кого какие шедевры получаются в этой технике буду с вами прощаться с вами была мастер оксана всем пока пока и до новых встреч ну